Миро, Миро, озвейся Да, сложности. Уже осень. Постоянно идет дождь. Окна те, что остаются, используем для монтажа То есть ветра, туманы мешали сильно? Да, очень сильно Миро, почувам тебя. Мой шоворит Миро, пришла русская телевизия Чи можеш по-русски с ними уробить интервью? Это с веселачкой, либо это телевизия Ну ладно, Миро, есть такая поговорка русская, если гора не идет к Магомету, то мы пойдем в гору сами За то время, пока мы идем в гору, для того, чтобы встречаться с прекрасно говорящим по-русски мира У вас есть возможность увидеть, что уже сделано Вот об этих шести последних опорах для подъемника горнолыжного комплекса И шла речь в нашем разговоре Похожие на гаубицы, весом каждые по полторы тонны, они должны были уже к вечеру стоять на фундаментах И хотя расчетное время на установку каждой опоры предполагало всего 20-30 минут работы Все графики перечеркнула погода В субботу, 21 сентября, летчики уфимского авиаотряда башкирских авиалиний смогли установить только 12 опор До обеда в горах стоял плотный туман А в воскресенье, когда на объект приехала наша съемочная группа, сильной помехой стал дождь со снегом Последние опоры ставились в конце трассы, вблизи от надежных станций Но это вовсе не означало, что монтажникам и земным, и воздушным было легче работать Напротив, на вершине ветер был меньше, а здесь, в просеке, он гулял, как в аэродинамической трубе Считанные секунды предоставлены были монтажникам для того, чтобы успеть наживить опору на анкерные болты И все это на свирепом ветру, буквально сбивающем с ног Предвосхищая закономерный вопрос А кому сегодня нужен этот комплекс? Тогда как жизнь дорожает, и не до спорта, тем более такого элитного, как горнолыжный Отвечу сразу Во-первых, вовсе он не элитный Тысячи, десятки тысяч магнитогорцев здесь, в прошлую зиму, яркое тому подтверждение А во-вторых, каждый рубль, вложенный сюда сегодня, даст колоссальную прибыль завтра Когда экономический кризис закончится, и мы, наконец-то, научимся нормально отдыхать А этот комплекс должен стать по перепаду высот и сервису лучшим в нашем регионе Да, конечно же, услуги вертолета сегодня стоят очень дорого Но и металл, который был продан уфимскому авиапредприятию, пошел по очень высокой цене Так что экономить деньги на Майтагорском комбинате умеют Как и работать на перспективу Впрочем, мы отвлеклись И за время, затраченное на это финансово-лирическое отступление Была установлена последняя в этот день шестая опора Она же была последней в числе 22, которые протянулись вдоль линии будущего подъемника Поздравления под возгласы о нерушимой русско-словацкой дружбе закончились И мы смогли более подробно поговорить с симпатичным молодым человеком по имени Мирослав Мирослав, может быть, надо было пойти в музыку, а не в строители, а? Ну, лучше бы было на музыке, чем здесь Устал дирижировать, нет? Чуть-чуть устал Вся твоя жизнь прошла в горах, так? Рабочая, сознательная? Ну, я этой работой занимаюсь 10 лет, 10-й год сейчас Наши горы самые красивые? Уральские? Ну, Уральские горы Для катающихся на лижах хорошие Работы еще много, но я думаю, что по контракту успеваем До 15 октября будет закрутить и все бугили будут в трассе А что осталось сделать? И что осталось? Из самих тяжелых работ Ростянут трозы Ну и за плетки, станции поставить За плетки сделать Работу надо сделать, если в Словакии, в России, в Польши, в Болгарии, в Германии Это все равно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!